Привет, друзья! Однажды я покривил душой. Не знаю, какой-то интересный, кому нет, и почему мне смешно. Потому что не знаю я. Сегодняшний век такой непонятный, такой какой-то щекотливый, такой какой-то неопределённый. Не знаю, что будет завтра и какие слова понимать, как. Потому что значения слов каждый раз меняются. Ну вот, скоро мы будем делать вебинар, например, с моим сыном, Оленом Алиевым, с дочерью Шейлой Алиевой. Они психологи, как вы понимаете. Потом мы будем делать ещё вебинар с очень интересным человеком, с Романом Газенко. Кто не видел наши встречи, пожалуйста, посмотрите. Это просто уйма знаний, это просто гора опыта личного. Это просто, ну, режиссёр там, он ещё кто-то, ещё кто-то, я не буду сейчас говорить. Достойный человек, да. Будем делать. И вот мне сейчас, вот, когда я сейчас включил камеру, хочу кое-что сказать. Как-то даже сразу не понять. Развлекать аудиторию. Ну, я говорю не о нашей школе, а о человек будущего. У нас там очень-очень-очень такие люди, которые пытаются, пытаются улучшить мир. В первую очередь улучшить себя. Да, очень достойные люди. А я говорю о случайном человеке, который случайно заходит к нам на канал, смотрит, ну, какое-то разглагольствование. Разлагольствование. Ну, и пускай, ну, и пускай. Пускай он напишет там свой вопрос, который у него появляется. А сейчас я хочу сказать, как я однажды покривил душой. И с тех пор, и с тех пор я всегда понимаю и чувствую, и всегда во мне говорит совесть, когда я ради какой-то выгоды, ради какой-то цели какой-то, вот, допустим, не прислушиваюсь к себе, не подумаю как следует. Вот, и ведусь, например, там, мне предложат выгоду какую-то. Ну, жить-то надо, деньги-то нужны, и нужны какие-то еще преференции от жизни. Ну, все понимают, что и не хлебом единым жив человек, и не духом единым жив человек. Что человек – это целостность, духовно-физическая сущность. И то, и то там должно быть согласовано. И поэтому вопрос. Вот, например, я покривил душой. Когда я работал, давно-давно, это много лет назад, я только кончил институт, работал в поликлинике, заведовал кабинетом иглотерапии. И ко мне пришла одна больная, и она сказала, я хочу вам заплатить. А тогда не принято было деньги брать. Я сказал, да нет, зачем ты мне будешь платить? Давай я тебе так буду. Я же зарплату получал в поликлинике. Ну, не бог весть, какой, но не важно. Она говорит, нет, нет, у меня есть деньги, у меня лежат на карточке, я хочу вот снять их и вам дать. И я посмотрел на нее внимательно и понял, что она немножко невравновешенный человек, а психически больной. Я сказал, ни в коем случае, ни в коем случае. Но потом пришел к другу, а друг сказал, да ты что, с ума сошел? Ты что, сам, наверное, больной? Конечно, возьми, ты что? Ей же от этого лучше будет, потому что она тебе заплатит, и твое лечение будет ей гораздо эффективнее. Я говорю, слушай, ну нельзя же так. Короче говоря, он меня убедил. И я покривил душой. Ну, честное слово. Я знал, что так делать нельзя. Потому что по моим базовым общечеловеческим ценностям это никак не совпадало. Вот этот мой поступок. Но я сделал, потому что и деньги нужны были, и он меня убедил. Вот этот момент, когда человек, я хочу, чтобы случайно зашедший к нам в гости человек, который впервые на канале услышал, момент неопределенности в точке бифуркации, в точке неизвестности, когда с одной стороны тебе жить надо, а с другой стороны вот тебе предлагается что-то для этого. Вот это колебание, колебание между духовными и материальными ценностями, здесь каждый и проявляется. И вот в этот момент я покривил душой. Потом, ну, я её там лечил, делал я иглотерапию, проводил психотерапию и так далее, но буквально через два дня моя мама, она мне сказала как-то, у меня, говорит, к тебе есть вопрос. А моя мама была деканом факультета филологического, в педагогическом институте. А я говорю, а что случилось? Она говорит, ты можешь найти время, чтобы ты в этот момент не отвлекался, но пять минут, чтобы ты смог поговорить со мной. Ну, я как все молодые туда бегаю, сюда бегаю, ну, я, конечно, прислушался к маме, сел. Я говорю, давай, говори, что ты хотел. Ты действительно настроен меня выслушать? Педагог. Я сказал, да. Она сказала, ты у кого-нибудь деньги брал? Я сказал, да, мама, я несколько дней назад у больной взял деньги. Она психически нездоровая, но она меня убедила. Завтра же верни ей эти деньги. Я говорю, слушай, мама, ну, я-то, конечно, поскольку меня совесть мучила самого, она как бы мне подсказала подсказку, что надо сделать. Но у меня остался вопрос, а тут она это знает. Прямо детектив какой-то. Ну, там оказалось, что вместе с ней, педагогом, на факультете, работает муж этой больной. И он ей сказал, маме, что ваш сын взял у моей жены деньги. Ну, естественно, мама, ну, представляете, мама, состояние у моей мамы, можете себе представить, да? Ну, короче говоря, ну, там дальше история была. Мы, конечно, мама из своих зарплат, все это потом ей возвращала и так далее, потому что мой друг, который меня убедил взять деньги, я же ему их дал, а он, оказывается, купил трехпроцентные облигации. И потом, когда я к нему пришел и сказал, надо их вернуть, он говорит, как я вернул, уже я их отдал и купил облигации, а теперь там проценты какие-то. Ну, в общем, целая история. Ну, моя мама расплатилась, но дело не в этом. Вот недавно ко мне тоже обратился человек, который говорит, давай мы с тобой проведем мероприятие. И вот сейчас я нахожусь в состоянии, я еще никогда с этим человеком не проводил никаких мероприятий, я его впервые вижу. Но он говорит, что он все время смотрит мой канал, что это ему сильно помогает, потому что он бывший то ли банкир, то ли, ну, короче говоря, что-то у него там было, он потерял какие-то там возможности, а потом он смотрит наш канал, использовал наши методики и справился с этим положением. А теперь он вообще поднялся. И он говорит, я могу вам дать денег, но, вы знаете, поскольку мы можем быть партнерами, вы будете делать так, как я считаю правильным, потому что вы не умеете делать бизнес, вы не бизнесмен. Я говорю, ну, конечно, я не бизнесмен, я разработчик, я методик, я больше занимаюсь творчеством, искусством, я не умею делать деньги. Он говорит, так вот поэтому, если вы согласитесь, что вы будете меня слушать, мы много-много заработаем. Сегодня такое время, когда без денег вы все равно ничего не сделаете. Вот вы школу ведете, ее надо поднимать, вот я вам помогу. Я вот нахожусь в состоянии такого точки бифуркации, то есть в состоянии смятения, потому что этот мужик, он мне говорит, я знаю, как это сделать, у вас такое имя, говорит, вам надо только меня послушать, и мы все сделаем. Я вам там вот этих, ну, айтишников, которые нужны, я там юристов, которые нужны, я там маркетологов, которые нужны, я там вам, я вам всю команду, я вам создам. Но вот это вот, теперь я в смятении. Почему я об этом говорю? Потому что я, во-первых, хочу, чтобы услышали меня те, которые меня с этой стороны не знают, потому что я об этом сейчас говорю на таких примерах. важных. Во-вторых, базовые ценности, друзья, конечно, человек может жить и совершить поступок не по своей структурной особенности, не по своей природной сути. Конечно, можно выйти за свой внутренний план и совершить какой-то поступок, но справиться с его последствиями не каждый может, потому что он сделал поступок не свой, а чужой. Он сделал чужой поступок, может быть, тот человек в тех обстоятельствах мог бы найти какие-то решения, выходы из положения, а я-то не могу. Поэтому для всех хочу сказать, может быть, вы не согласитесь, напишите, это хорошая тема для обсуждения сегодня. Для всех хочу сказать, можно ли при выборе духовных и материальных ценностей в этой неопределенности совершать поступок против своей совести? Можно ли это делать? Насколько это опасно для человека, для его сна ночного, для его здоровья, для его детей? Насколько это опасно? И насколько может быть, если миллион людей, как говорят, мне же убеждали, говорят, есть же люди бессовестные, вот те преуспевающие живут. Но я не знаю, как их дети живут. Я не знаю, что происходит с их родителями. Я не знаю, что происходит вообще вокруг них. Я не знаю, я не хочу, чтобы мне в спину плевали потом. Для меня репутация очень дорога. Не только как способ зарабатывания, репутация моя. Нет. А для того, чтобы мысли, которые я высказываю, были полезными. Потому что мы же люди, творцы, и мы создаём всегда что-то полезное. И поэтому, когда я думаю, и я, и кто хочет, вообще, в принципе, это очень тонкий, деликатный вопрос. Совесть. Это очень деликатный вопрос. Я думаю, что многие, поэтому, и не справляясь с этими проблемами, не умея вовремя себя обуздать, ну, например, в процессе повзросления гормоны скачут, в процессе там каком-то, совершают действия какие-то, ну, как-то, может быть, за рюмкой, там, забывая о том, что нельзя там что-то делать так, не так, не так, или не культурно, это не нравственно, неправильно, не эстетично, и так далее. Да, конечно, мне легко говорить, потому что я уже взрослый человек, я всё это прошёл, конечно, я, честно говоря, сам лично специально никого никогда не обманывал. Я лично специально, чтобы, зная, что это я манипулирую, как бы, никогда не делал этого, никогда. Вот, я мог сделать глупость, я мог пойти на поводу, я мог быть в заблуждении, но чтобы так вот откровенно я понимал, что так нельзя и делал ради чего-то там. Такого у меня никогда в жизни не было. Потому что у меня всегда было ощущение, что я не один. Ну, у меня такое ощущение, что я не один, но я даже в школе, когда учился, резинку не мог без решения взять у соседа за партой в школе. Мне казалось, что я не один. Ну, такое есть ощущение. Вы знаете, я вам хочу сказать, я немножко затянул свой монолог, бог с ним. Кому нужно услышать, кому нужно не будет слушать. Кто в стрессе не будет слушать, потому что внимание, раздражение возникает. Потому что слышать могут только те, которые на одной волне, как говорится. Как и радио, ты ищешь только ту музыку, которая тебе в данный момент подходит. Те, которые не подходят, она тебя раздражает. Поэтому, во-первых, хочу сказать, когда мы обучаемся по методу ключ, мы учимся снимать стрессы, эмоциональные удары. потому что много людей даже не понимают, что вот эти эмоциональные удары, когда они совершают какие-то сделки, совершают какие-то проекты, когда идут вопреки своей внутренней морали базовых ценностей, базовых ценностей. Поэтому они потом не понимают, почему у них там и стенокардия, язва желудка, почему у них там бессонница, почему они, может быть, это одно с другим не связывают. А вы мне напишите. Я вас очень убедительно прошу, друзья, чтобы вы написали свои мнения по этому поводу. Насколько нам важны базовые общечеловеческие ценности при выборе решений. Это очень важный вопрос сегодня. Я вам хочу сказать, этот вопрос был постоянно, вечный. именно этот вопрос всегда и поэты, и художники, и театр, и всё, что есть, и кино, всегда этот вопрос в туне под тем или иным словом, по разными словами, но этот вопрос. Да. Поэтому я люблю Льва Толстого, который сказал, совесть это компас нашей жизни. Друзья, давайте напишите комменты. Ну, давайте. Давайте. Это очень важно сегодня. До встречи. Игорь Негода, Игорь Негода, Игорь Негода,